В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Два уголовных дела в отношении главы Юриянского городского поселения Андрея Новоселова возбудили следователя после прокурорской проверки. Квартиру, которой долгое время не могли дождаться малоимущие семьи, он передал в собственность своей знакомой. Все подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным областной прокуратуры в апреле 2014 года, глава Юриянского городского поселения Андрей Новоселов составил договор о безвозмездной передаче жилья. Квартира оказалась в собственности у местной жительницы, которая не признана малоимущей. Как выяснилось, это уже второй факт превышения Новоселовым должностных полномочий. Первый случился в октябре 2014 года. С помощью главы Юрия житель поселка также получил квартиру стоимостью 230 тысяч рублей. Сейчас в отношении Новоселова следственный комитет возбудил два уголовных дела. Это превышение должностных полномочий, растрата чужого имущества. Также главе наверняка придется отвечать и за неисполнение решения суда. Расследование продолжается. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДДП в Котельническом районе. Возле поселка Искра столкнулись Рено Логан и трактор МТЗ. Водитель автомобиля Рено Логан, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным впереди идущим трактором МТЗ. В результате происшествия сам водитель автомобиля Рено Логан, а также его 29-летний мужчина-пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Также травмы получил и водитель трактора МТЗ. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, инспекторы ждут результаты экспертизы на состояние опьянения водителя Рено. Наверняка не прошел бы тест на детекторе лжи пьяный рецидивист на «Шевроле Ланос». Сотрудники ДПС его задержали при помощи активистов ночного патруля на улице Солнечной. Там, на парковке у развлекательного центра, нетрезвый лихач подрезал трезвого водителя, и они повздорили. Через несколько минут рулевой Ланоса снова поехал, но на этот раз его задержали полицейские. Автолюбитель уверял, что он не пьяный, не лишенный прав и вообще машиной не управлял. Как выяснилось, водитель «Шевроле» уже попадался инспектором в пьяном виде. По данным ГИБДД, он лишен прав. Это значит, что теперь ему грозит уголовная ответственность. Продолжение следует...